Всем привет! С вами художник Степан Каширин. И снова Коломенское. О Коломенском вы посмотрели уже два моих сюжета. Первый – большой фильм про голосов о враг. И второй фильм, не очень большой, про государев двор. Когда я выложил в Одноклассниках свою фотографию, где я стою на фоне передних ворот, справа от церкви Вознесения. Вот она, эта фотография. Так вот, когда я ее выложил, одна девушка пошутила. Дескать, на этой фото у тебя изумительный головной убор, в кавычках, получился. Ну да, посмеялись и все. Я тоже улыбнулся и вдруг вспомнил, что на этой фотографии я стою ведь не на обычной поляночке со скошенной травкой, а на историческом месте, о котором, между прочим, тоже есть что рассказать. Ну, если уж так философствовать, в Коломенском вообще есть о чем рассказать. Произошедшее когда-то на этой поляне событие породило одну идею в голове царя Алексея Михайловича. А вот на вопрос, правда это или нет, могут ответить только историки. А я вам расскажу лишь то, что слышал от людей сам 35 лет назад. Ну и читал в интернете на днях. То есть, я хочу в этом ролике провести маленькое историческое расследование при помощи интернета. Ну а к каким результатам оно приведет, вы увидите в конце этого ролика сами. Итак, царь Алексей Михайлович Романов, второй русский царь из династии Романовых, провел военную реформу в российской армии. Алексей Михайлович укрепил армию страны и нанял на службу большое количество европейских военных специалистов. Тридцатилетняя война в Европе волей-неволей породила большое количество профессионалов военного дела. После этого царь провел уже денежную реформу. Только вот денежная, в отличие от военной, прошла, увы, неудачно, что привело к беспорядкам в стране. Большие затраты на военную реформу, войны и эпидемии привели к тому, что в государственной казне в те времена стало не хватать серебра. Поэтому было принято решение вводить медные деньги. То есть в стране началась денежная реформа. И как я уже упомянул выше, реформа неудачная. Голодное и обнищавшее население не вынесло этих проблем. И однажды вспыхнуло восстание. Произошел так называемый медный бунт. 25 июля 1662 года именно тут, где я стою на фотографии, по левую сторону от меня, на зеленой поляне, перед церковью Вознесения произошло восстание. Пояснительная сносочка о церкви Вознесения. Церковь Вознесения Господня это первая каменная шатровая церковь в России, построенная итальянским архитектором в 1528-1532 годах. Легенда связывает строительство храма с рождением у Василия III долгожданного наследника Ивана Грозного. Говорят, что когда Иван Грозный родился, в день его рождения в Москве был гром, сверкали молнии и даже произошло небольшое землетрясение. На сайте православия.ру есть описание, которое детально раскрывает саму концепцию строительства церкви Вознесения. И, чтобы не быть, как говорится, испорченным телефоном, прочитаю небольшой отрывок из статьи под названием Церковь Вознесения Господня в Коломенском. В статье написано следующее. Средневековая Москва воспроизводила в своем градостроительстве символы главных христианских цивилизаций Иерусалима, Константинополя, Рима, преемницей которых ощущала себя, и образ Града Божия из Откровения Иоанна Богослова. Москва осмысленно устраивалась как архитектурно-градостроительная икона Града Божия Небесного Иерусалима и уподоблялась во образ Святой Земли, связанной с земной жизнью Господа Иисуса Христа. В этой градостроительной модели Третьего Рима Великокняжескому Коломенскому отводилась особая роль символизировать Иерусалимскую, Елеонскую гору, на которой совершилось Вознесение Господня. И сама архитектура белоснежного, стройного, граненого, как кристалл, Коломенского храма, взымающего в небо на высоком берегу Москвы реки, символизировала Вознесение Господня. Но вернемся с вами к восстанию и к Алексею Михайловичу. Почему же восстание произошло именно здесь, у Церкви Вознесения? Да потому что люди знали, что царь Алексей Михайлович очень любит Коломенское, всегда приезжает сюда на лето, отдыхает и занимается тут государственными делами. Именно в тот день царь находился в Церкви Вознесения, слушал обеднюю. Поэтому толпа восставших и двинулась туда. Бунты, восстания, войны, расправы все это заставляло правителей задуматься. Задуматься о собственной безопасности. Действительно, сегодня ты царь, у тебя власть, а завтра придет толпа и лишат тебя жизни. Что делать? Как себя обезопасить получше? Ну да, есть охрана, стрельцы, армия. Но ведь и это не стопроцентная гарантия твоей безопасности. В общем, Алексею Михайловичу приходит интересная идея создать новый способ для потенциального спасения своей жизни на случай, если что вдруг случится. Упаси Бог. Он решает, что неплохо было бы выкопать тайные подземные ходы, в которые можно было бы спуститься в случае возможных непредвиденных беспорядков, ну и куда-нибудь уйти, где тебя никто не найдет. Согласитесь, это же реальное спасение жизни. И вот мы с вами подошли к самой главной теме этого моего видео. Начну, как говорится, издалека. То есть, когда я вообще впервые услышал о наличии подземного хода в Коломенском. Было это в 1985 году. Это говорили обычные люди, не ученые, не историки. И говорили они так. Советские археологи тут копали и обнаружили, что под землей от церкви Вознесения до Москвы-реки проходит подземный ход, который когда-то выиграли монахи. Выход из подземного хода находится у родника, но увидеть его нельзя, так как он закрыт большой каменной плитой. Ну, в общем, надежно замурован. И все. Только этой информацией мои знания о подземном ходе в Коломенском исчерпывались. И вот прошло ровно 35 лет с того момента, как я слышал эту историю. И на днях я решил поискать, какие же новости есть по этой теме в интернете. Вдруг что-то интересное появилось. Научных документов по этому вопросу я, к сожалению, не нашел. На поверхности, как обычно, блоги и статьи в электронных журналах. Поэтому буду озвучивать информацию из них. В лайв-журнале есть интересная статья. Называется она «Московские легенды подземелья в Коломенском». Автор равен Йеллоу. Извините, если неправильно произнес. В ней написано, что царь Алексей Михайлович приказал сделать в церкви Казанской Божьей Матери подземный ход. Причем об этом подземном ходе впоследствии знали даже местные жители. Они не просто о нем рассказывали, но и показывали его известному археологу Игнатию Стелецкому, который, как вы уже знаете, искал библиотеку Ивана Грозного. Местные жители показали Стелецкому, откуда начинается подземный ход в храме Казанской Божьей Матери. Вход в подземелье именно в тот момент был заделан печью. Стелецкий считал, что подземный ход ведет из церкви Казанской Божьей Матери в церковь Вознесения. Но дальше в блоге написано. Вот читаю дословно. Ход, судя по всему, вел совсем в другую сторону. На другом берегу излучины Москвы-реки расположена Никола-Перервенская обитель. Это уже совсем другой район Москвы. Печатники. От Коломенского до Никола-Перервенского монастыря несколько километров. И вот именно туда по легенде вел один из подземных ходов, начинавшихся в храме Казанской Божьей Матери в Коломенском. В 1930 году Игнатий Стелецкий сделал в своем дневнике запись. Из церкви у алтаря в подвал ведут два люка и два покатых коридора. Ему удается частично разобрать печь, и он обнаруживает в устье подземного хода несколько белокаменных плит и массивный ключ от железной двери. Но дальнейшие работы приостановились по настоянию архитектора музея-заповедника Коломенское Барановского, поскольку тот предполагал, что они приведут к обрушению пола в церкви и осыпанию подземного хода. Дальше автор статьи пишет Стелецкий был вынужден работы прекратить, но к этому моменту уже был абсолютно убежден, что ходов было два. Один вел действительно в церковь Вознесение, а другой проходил под Москвой рекой и уходил в Никола-Перервинский монастырь. А дальше автор статьи ставит риторический вопрос. Возможно ли такое? До Никола-Перервинского монастыря несколько километров, причем под Москвой рекой. И, честно говоря, есть большие сомнения в том, что в 17 веке могли быть произведены такие работы. В пользу версии о том, что из церкви Казанской Божьей Матери в Коломенском вел подземный ход на другой берег Москвы реки, говорит несколько обстоятельств. Ну, во-первых, если делать подземный ход, рассчитанный на эвакуацию, в случае бунта или войны, имеет смысл делать его длинным. Перемещаться в рамках одного и того же места, как здесь, из одного храма в другой, расстояние между которыми 100 метров, в принципе, проблемы не решает. В то же время, скрыться из Коломенского и появиться в Николоперервинском монастыре, это уже практически гарантированное спасение. Во-вторых, обращает на себя внимание такой факт, что весной 1649 года, как раз, когда начинается второй этап строительства храма Казанской Божьей Матери, царь Алексей Михайлович неожиданно осыпает Николоперервинский монастырь целым ворохом благодеяний. Сам монастырь к тому моменту приходит в запустение после смутного времени. А вот Алексей Михайлович, появившись там, дарует им налоговые льготы, дарит земли, крестьян. В течение ряда лет Николоперервинский монастырь возрождает свое былое экономическое и политическое могущество и становится одной из наиболее процветающих обителей Москвы. Ну и третий момент касается как раз тех самых мертвых немцев, которые сторожат по легенде подземных ход. Известно, что московские правители охотно приглашали на службу для возведения храмов западноевропейских мастеров. И в частности вот в Коломенском как раз церковь Вознесения построена итальянскими зодчими. Вполне возможно, что вот эти вот западноевропейские профессионалы немцы, голландцы, итальянцы и помогали строить грандиозное подземное сооружение подземный ход под Москвой рекой. Вот такую информацию я нашел в блоге. Идем дальше. На сайте ярмарка мастеров я обнаружил еще одну статью под названием «Тайны и мистика Коломенского». Ну, всю статью читать не буду, там много интересного. Хочу выделить лишь одну фразу из статьи. Вот она. «Все Коломенское по вполне научным фактам изрезано ходами и подземельями». То есть самих научных фактов я не увидел. Но автор статьи утверждает, что факты именно научные. Ключевое тут, что «Все Коломенское изрезано ходами и подземельями». Как раз по нашей теме. Теперь информация из прессы. В электронной версии МК.ру я нашел статью под названием «Сакральные тайны Коломенского». Статья за 24 августа 2007 года. В ней информация такая. Исследуя подвал Казанской церкви, Стелецкий неожиданно нашел таинственную подземную галерею и клад, замурованный в стенной нише. Это были хоругви и иконы 19 века. Сторожилы рассказывали, что из Храма Вознесения тайный подземный ход ведет в легендарный голосов овраг. То есть тут уже фигурирует другой подземный ход, идущий не прямо через реку до Никола Перевинского монастыря, а поблизости в голос овраг. Ну и поясняется. Прокофьев, известный в Москве оператор биолокации, обнаружил сквозь земную толщу систему подземных ходов, тянущихся под оврагом, и подземные монашеские кирьи размером 1 на 2 метра. Метод биолокации позволяет выявить спрятанный в земле склеп с сокровищницей. Итак, резюме. К чему же привело наше с вами маленькое историческое расследование? Источники информации разные. В трактовках имеется расхождение, но суть одна. В Коломенском есть действительно подземные ходы, и если верить вышеозвученным источникам, то подземный ход ведет вовсе не к роднику, как говорили раньше. Что же касается реальных научных документов или фотографий этого подземного хода, то я лично ни тех, ни других не видел. По крайней мере, Вадим Черновров был уверен, что подземный ход в Коломенском существует. До новых встреч! С вами был художник Степан Коширин.